Восьмидесяти трёхлетнему мужчине с заболеванием поджелудочной железы, осложнённым механической желтухой, врачи выполнили стентирование желчного пути. Операция длилась около 30 минут. Врач-эндоскопист Андрей Смирнов сообщает результат. Всё очень хорошо. Операция сделана. Пациенту мы помогли. Оборудование просто супер. То, что раньше могли делать немногие клиники области, стентирование, папилотомию, литэкстракцию, теперь успешно практикуют в Щёлковской больнице. В стационар на улице Парковой поступило медицинское оборудование для лечения патологии желудочно-кишечного тракта. Теперь здесь проводят операции на желчных, внебечёночных путях и протоки поджелудочной железы. Хирургические вмешательства малоинвазивные, то есть обеспечивают меньшее вмешательство в организм, чем полостные. Расширили свои возможности в плане экстренной эндоскопии, это аргоноплазменная коагуляция при язвенных кровотечениях. Это и операции уже на забрюшинном пространстве, и операции на ободочной кишке, которые у нас в клинике выполняются лапароскопическим доступом. Выписка пациентов происходит на третьи-четвертые сутки после операции. На высокоточном японском оборудовании по новейшим методикам вмешательства работают привлечённые специалисты. Щёлковские набирают опыт. Оборудование очень высокого уровня, на самом деле одно из, наверное, лучших на сегодняшний день в мире в плане гибкой эндоскопии. Вообще вот эти внутрипросветные операции – это вершина гибкой эндоскопии. Опухоль головки поджелудочной железы, желчекаменная болезнь и её осложнения, структура желчных путей, хронический панкреатит – далеко не полный перечень выполняемых операций. С конца декабря по февраль на новом оборудовании хирурги провели 12 операций. С появлением высокоточной техники расширился круг оперативных хирургических вмешательств в отделении гинекологии. Мы стали выполнять практически любой сложности малоинвазивные, органосохраняющие внутриматочные вмешательства. Это удаление имиоматозных субмукозных узлов, удаление полипов, разделение внутриматочных синехи, коррекция развития пороков матки, даже коррекция истмацелия. Диагноз – не приговор, утверждают врачи. Болезни внутренних органов, обнаруженные на ранней стадии, имеют стопроцентные шансы на излечение. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.